Технология оборудования садово-паркового шарфа строительства состоится в Сибирском госинвеститете. Тема озеленения, первая тема нас с вами всех касается. Почему? Мы живем в городах, 90% у нас иногда на дачах бываем, но мы все городские жители. Кто-то из городских, наверное, не знает, что если есть лес, мы с вами работали с лесом, вспоминайте. Деревья-мученики – это особые деревья, которые попали в плен. Это и есть озеленение городских территорий. Проходит время, проходят ураганы, убит ребенок во время урагана, деревом раздавило, убита женщина. И, как обычно говорят, десятки машин раздавлены. И это случается постоянно. Если бы кто-то собрал эти цифры до кучи, получилась бы страшная цифра. Причина – никто по-настоящему садить деревья не умеет и ухаживать за ними не умеет. Тем более, открывая секрет, за ними ухаживать-то не надо. Вот, представляете, я должен был бы взять несколько десятков фотографий. Вот, записаться до 1 ноября и рассказать им все, что я думаю о них. О дебильной покраске дикоросов. Коротко. Почему я сейчас объясню? Потому что, может быть, я-то не поеду, может, кто-то другой поедет. Это, значит, побелка гигантские деньги. Это искусственная форма крон, там, где они никому не мешают и не заслоняют никакого движения. Это только кажется кому-то, что эти искусственные формы крон, когда у них сажается 70-80% листьев и веток, деревья начинают болеть и умирать постепенно. Это тоже сказывается. Вот. И кому-то это кажется красивым. И опять стригут, и опять работа по вывозке. Я сколько видел этих автомобилей, я их так десятки видел. Это стрижка газонов. Но стрижка ладно, все-таки город как-то приезжает. Но уборка потом, совершенно ненужная уборка листьев. То есть, ну, листьев само собой. Еще искусственной травы, которая должна кормить дерево. Закатывание в бетон, под асфальт, или под бетон, или под асфальт, практически кроме кусочка маленького приствольных кругов, что еще больше уничтожает. Я вам даже кое-какие не выдержал, как фотография показал. Тупая работа, да? Я уже выражен повториться. Вот это вот микрорайон, где живет Тимоша. Почему спилили? Сказать, они сгнили. Рано сгнили, они представляют опасность для окружения. Вот это вот, справа, мой дом, 2А, 9, 10 микрорайон. Это здесь спилили. Им тут хотя бы 20 лет, вот этому дереву. А эти 15. Не было домов, не было этих деревьев. Это искусственная посадка. Их тоже спилили. Как мне объяснили, чтобы они не упали на голову людям или этим же автомобилям. Так. То есть 15 лет. Понимаете? А вот это вот еще один, где бабушка его живет? Вот. Видите, да? Вот это гнилье связано с тем, объясняю. Я, Елена Александровна, и все остальные, те, кто меня слышит, объясняю попонятнее еще, почему. Вот так вот зачем-то растят гигантские деревья и тратят гигантские деньги. А кому-то это выгодно. Я впервые нас, служба озеленения, нас, садоводов, любителей и даже профессионалов и даже ученых заткнулись за пояс. Представляете, я начал с 21 века своих писать, что надо ориентировать по сторонам света. Ну, вспомните, мох с севера, значит, садите так, чтобы снова был на север, еще моха нет. На сайте была вот эта волшебная фраза. Хвойные деревья надо высаживать так, как они росли на прежнем месте по отношению к старому света. Аплодирую, уважаемые работники так называемого озеленения. Смотрим сюда. Это что за дебильность такая, а? Я понимаю так. Не могли вовремя продать, что ли, цветущие деревья. Вот если вот так, а их же как? Понятие обрезка переписадки, друзья мои, заметьте, второй подряд звонок. И применяется слово длинномер. А я такое слово никогда не употреблял ни разу в жизни. Для меня есть одно, двух, трехлетние деревья. А 4, 5, 6 не вздумайте пересаживать, пишу я. Да, если бы мне каким-то чудом попало это дерево, взрослое, цветущее, и что бы сделал я? Первым делом, а выбрасывать жалко, я бы вот так отрезал бы. Вот так, вот, вот так, вот, вот. Помните мою эту, омолаживала мою эту, ранятку, как она омолодила. Вот это ее шанс вот так отрезать. Конечно, раны страшные, страшные раны. О, по сантиметру, по два, по три в диаметре. Но безвыходно, не дай бог так посадить, кончается чем? Нехватка, ладно, влаги, в целом питательных веществ, да и влаги. И они начинают гнить с первой секунды посадки. Они уже гниют. У того роскошный коттедж, чего? Давайте сразу, сразу растет. Вот, он не купил бы вот эти, скажите? Такой, по идее, должен стоить тысяч пять-десять. Вот такой. Его же не надо растить, он сразу яблоки даст. И вот тут я должен был вот здесь вот нарисовать большой-большой кукиш. Вот. А не яблоки. Еще раз вынужден. Почему? Мошенничество достигло таких размеров, что Беккер, я, наверное, уже хозяева Беккера, которые рисуют нам фрукты, а потом на нарисованных фруктах с нас деньги лупят. Вот, да, вот. Ну, они должны уже повеситься все разом. Они должны повеситься от зависти, потому что до такого додуматься. Почему я еще раз? Потому что написано многолетние исследования и сельскохозяйства. Вот. Если бы такое случилось, я не знаю, это, я уже говорил, пример проведу. Это должно быть вручение Нобильской премии и проезд по Москву, как первый космонавт, вот. В какой-нибудь чайке, чтобы со всех высотных зданий миллионы листовок сыпались под музыку. А там двое-трое вот этих вот из сельского хозяйства, как это назвать, там, профессоров, которые вот это сделали, что четыре урожая в год с одного дерева, да еще на... Вот. Так вот, знаете, почему я это еще раз? Вот почему. Вот это фотография моя, да? Мое лицо запомните. Вот, то есть, его знают не десятки, а, наверное, уже не десятки, а уже сотни тысяч людей. Что сделала эта фирма? Она взяла мою физомию. Это точно я? Ага. Железо. Когда я вот это показал, что я Михаил Самойлов, ну, помолодели на пять лет. Вот за это им спасибо было. Наверное, она узнаваема. Ага, тогда купят. Мошенники сделали хитрый ход. А чтобы не попасть под суд, написали, что Михаил Самойлов, ну, главное, вот, я специально взял, фотографировался для этого случая. Почему, сейчас поймете. Кстати, о деле седьмого и сентября, с девятнадцатого года. Вот, то есть, это было всего неделю назад. Так, собрали мы последнее, у нас было холодное лето, и вот та самая вишня, которая должна была в июле созреть, дотянула до сентября. Так вот, это ладно, главное в физиономии. И вот после того февинара, я на них обиделся. Моей физиономии больше нет. Вот, есть уважаемый человек. Я его не знаю, может, кто подскажет. А лицо должно быть узнаваемое. Может, садовод. Но главное, что, фамилии уже нет, дураков нет. Я купил вашу хрустовую деревьбу, потому что хочу быть уверен в том, что рожай будет свежий. Да, будет свежий. Вот, семечко посадил, полил, вот результат. Смотрите, соберете пирожай уже через 3 месяца. Вот, смотрите, семечко посадил, полил, через 3 месяца вот это вот. Такого мощенечка, а цена 147 рублей. Вы знаете, сколько должно такое стоить, если было? Ну, то, что они продают, не 147 рублей должно быть, полбутылки водки, а должно быть, ну, хотя бы 1000. Такое семечко должно стоить, ну, чтобы вот это получить, ну, хотя бы 1020. Вот они должны продавать вот это семечко за 20 тысяч. Вот это ценнейшая для меня фотография. Я нашел в интернете. У меня был праздник на душе. Я кричал, эврика, как тот самый. Я, наверное, оставлю ее до следующего раза, потому что это будет слишком интересно. А вот я вас интригую. Субтитры сделал DimaTorzok